Красный университет фонда рабочей академии и Ленинградский интернет-телевидение фонд рабочей академии зарегистрировано в 1994 году как межреагональное общественное объединение которое должно заниматься обучением рабочих вот мы содействуем обучению рабочих в соответствии с решением Министерства юстиции поэтому нам это не волнует у нас все уже проверено это во-первых газета Народная правда зарегистрирована Министерством печати и информации я сегодня вот послал лещику и то и другое чтобы в большом номере и не в маленьком в маленьком за рабочее дело не будем публиковать а в большой газете мы опубликуем то и другое так чтобы люди знали чем мы занимаемся и все не надо себя запугивать тогда наш не запугивайте у нас помещение зарегистрировано где-то Народная правда знаете? не знаете в шмольном прямо написано на регистрационном удостоверении чего вы нас волнуетесь все будет хорошо такие спокойные люди которые изучают науку логики никого не беспокоят чего вы волнуете пусть беспокоятся либералы они не хотят заниматься наукой логикой поэтому против них выступает ОМОН и по делу так приступили? здравствуйте товарищи сегодня у нас очередная лекция и я бы сказал по самому трудному предмету и самая трудная лекция почему? потому что значит редко какая птица долетает до середины Днепра потому что редко какие люди прочитывают до конца науку логики Гегеля поэтому значит моя лекция для громадного большинства изучающих это забегание вперед это во-первых во-вторых я хочу сказать что я давно изучаю науку логики ну по крайней мере с 1963 года или 62 и хочу сказать что я бы не сказал что я очень свободный и бегло ориентируясь в том материале который сейчас вот у нас сегодня будет рассматриваться потому что он сложный а сложный он почему? потому что до этого структура наук и логики и вообще все это движение было с одной стороны очень приятным потому что это было движение низшего к высшему простого к сложному и мы сначала рассмотрели бытие с чего начинают материалисты рассмотрение всего они начинают с бы сия вот ленин когда комментировал это говорит ну вот звучит вполне материалистически и вот так сказать то есть хотите растолкуйте это дело идеалистически как гегель но для этого надо читать его другие книги где речь идет об абсолютной идее и там он пытается значит доказывать что первичная абсолютная идея в этой книге вот если вы начинаете науку логики вы такого не найдете если только в примечаниях и комментариях а примечания и комментарии спокойно могут быть оставлены так сказать в стороне они не входят в ткань научного исследования сейчас я скажу примечания так сказать не относящиеся к лекции что надо все-таки слушать что входит содержание этой лекции значит прочитали мы первый том не нашли противоречия с материализмом потом что мы сделали мы пошли дальше или углубились в то что мы рассмотрели углубились потому что учение сущности это снятое бытие снятое то есть а что мы смотрим на этот предмет а что там внутри а из чего сделано а когда сделано и так далее то есть начинается углубленное изучение того что есть бытие проникновение в это бытие то есть поэтому сущность это снятое бытие а раз снятое это все с отрицанием берется а раз все с отрицанием это очень непривычно непривычно и непонятно поэтому значит некоторые с радостью из этой маленькой книжечки выпархивают учение о сущности и опять попадает вроде в знакомую обстановку и для таких товарищей которые попадают в знакомую обстановку кегель приготовил сюрприз то есть он раз и вдруг вместо того не всего говорит о субъективной логике субъективная логика а как вдруг получилась субъективная логика если мы закончили на чем на сущности и последнее то что было там в учении о сущности это это субстанция да ну и как тогда получилось вдруг понятие выскочило откуда непонятно откуда оно выскочило и никакого доказательства выведения получения этого нет и есть ли конечно не понимать понятие в таком смысле что это просто единство бытия и сущность если это просто единство бытия и сущности, то это, так сказать, относится не к понятию в нашей голове и не к понятию общественному, а как к такой категории, которая как бы характеризует объекты мира. Но она их, если она их характеризует, объекты этого мира, то либо их надо трактовать идеалистически, то есть вот, собственно говоря, это и есть выражение абсолютной идеи, либо материалистически, и тогда это значит, что если вы берете единство сущности и бытия, то вы просто более глубоко изучаете, более глубоко понимаете это бытие, правильно? Бытие, в котором есть сущность, и сущность, она как бы выходит на поверхность и является. Ну вот в связи с этим, если раньше вопрос о материалистическом истолковании науки логики Гегеля и диалектики Гегеля, у нас стояло очень просто, вы читаете подряд, и материалистически это понимаете, и больше ничего. И это, так сказать, никак нас не задерживает, не исковывает, а наоборот, нам совершенно, так сказать, это представление в абсолютной идее, нам вот просто и не требуется для того, чтобы двигаться вперед. Здесь, здесь по идее, если вы посмотрите на структуру науки логики, у него же что получается? У него с объективности все начинается, а потом идет объективность. Значит, объективность у него не пропадает. Причем это если понимать под объективностью, что это мы даем какие-то объективные оценки, как говорят, не в смысле того, что это категория объективного мира, а в смысле того, что наши оценки не зависят от каких-то личных пристрастий, личных качеств, они должны браться, исходя из природы того, что мы изучаем. Так вот, это стоит почему-то у Гегеля во втором отделе. Начинается это прямо с понятий, с учения понятий, и с субъективной логики, и получается, что тут Гегель разошелся вот с тем принципом, который у него выдерживался в течение двух книг, то есть в течение первого тома, и здесь проявился его объективный идеализм. Если рассматривать абсолютную идею, то она может вполне выступить как вот это в субъективной логике, начинать можно с субъективной логики, с понятия суждений, умозаключения, и вот эти понятия суждения и умозаключения тогда приводят к чему? Приводят к механизму, химизму их жизни. Так? Приводят ли понятия суждения и умозаключения к объективной действительности? Не приводят, поэтому это, конечно, здесь Гегель резко расходится с материализмом, но если вы будете даже читать вот его понятия вообще, то вы там увидите много интересного. Там вы увидите про материю, и про то, что есть, что мы эту материю можем в ощущениях воспринимать, прямо такой язык, который Ленин употреблял в материализме и эмпире-критицизме. То есть Гегель, надо понимать, что он, как говорится, довершил свою объективную логику, уж как коль он взялся ее держать как объективную, но ее достроил как мог. Но это не значит, что мы должны вот здесь пойти вот тоже по его стопам. Поэтому я уже об этом говорил и на кружке, ну и вот сегодня и на лекции хочу сказать, что, значит, как предполагается изучать. Во-первых, никто вам не мешает прочитать так, как есть книгу, потому что переделать книгу как таковую нельзя. Эту книгу написал Гегель, и только Гегель может переделать, если явится в этот мир. Я думаю, это не сложно, поскольку он, так сказать, у него идея первична. Это для нас сложно снова явиться. Гегель, я думаю, но для него тоже это известные сложности представляет, потому что он не субъективный идеалист, а объективный. Поэтому как бы тут все это сталкивается с механизмом, химизмом, жизнью. И это тоже вот проблема. Поэтому, поэтому, как говорится, он надеется на нас, а именно, что мы можем еще потребовать от Гегеля, он разработал диалектику. А материализм к этому времени был слабо разработан. Правильно? Фейербах выступил после Гегеля или до Гегеля? Вот если бы он выступил до Гегеля, мы бы сказали, вот Гегель не усвоил Фейербаха. А он говорит, так а что вы там задерживались там, и Фейербах, и Маркс с Эймгельцем. Вы бы раньше выступили, я бы вас послушал и, может, бы и сделал. Но поскольку вы раньше не выступили, ну так развивается наука. Сказать, что вот науку, философию развивали только материалисты – это неправильно. Или сказать, что развивали только идеалисты – тоже неправильно. То есть какие-то стороны поднимали материалисты, какие-то проблемы решили идеалисты, а в целом наука двигалась вперед. Это противоречивое же явление, движение вперед. Вот эти противоречия и давали. Это Фалес там в самом начале, или Парминит. Они говорили о том, что вот бытие есть и все. А я встречал такого товарища, заведующего кафедры из Казани, который приехал и сказал, начинать надо с ничто. Человек, так сказать, как-то вроде заведующей кафедры, но неграмотный. Если ты начинаешь с ничто, так ясно, что там торчит что. И чтобы понять ничто, надо иметь что. Ну вот он думал, что это начало. Началом это не может быть. Поэтому Гегель в этом смысле начало сделал гораздо более чистое. Чистое бытие есть, но и больше нечего об этом сказать. Все хорошо. Вот. Значит, поэтому, разумеется, о переделке этой книги речить быть не может. А вот об ее изучении может. То есть, я бы предложил, и предложил это у нас записано в занятиях кружка. И сегодня я снова хочу это повторить, что надо взять просто переставить некоторые пункты местами. А именно, вот идет субъективная логика, третья книга, учение о понятии, предисловия, понятия вообще. Это не трогаем. А потом и то, что было вторым отделом, объективность, ставим первым. Почему? На каком основании? А то, что было вторым, субъективность, ставим после него. На каком основании? На том основании, что мы-то остановились на объективном. Вот две, два тома прочитали, две книги прочитали, и остановились на объективном. Бытие и сущность. Следовательно, надо эту объективность довести до понятия. Вот оно доводится, но именно в разделе объективности. Так надо этот раздел и поставить, примыкающим к учению о сущности, и тогда будет. Сначала идет, первый отдел надо сделать, объективность. Первая глава – механизм, вторая глава – хинизм, третья глава – жизнь. Единственное, что он до человека не добрал. А почему? Ну, потому что он не Энгельс, но он еще не разобрался в том, что такое человек. Тот, кто не понимает, что он во многом не разобрался, пусть почитает Маркса о критику гегельской философии права. И там видно, что Маркс его раскритиковал по вопросам философии права. Ничего в праве Гегель не понимал, потому что это то, что можно понять, если разберешься в классах, формациях. Поэтому ничего там такого интересного вы не найдете. И даже удивительно, что такой умный человек, казалось бы, Гегель, и вдруг такая какая-то ерунда. Вот если вы хотите почувствовать себя так, хоть выше в каком-то отношении, почитайте критику гегельской философии права, и вы увидите. То есть идеализм, он любого человека может завести в тупик, и он в этом смысле Гегеля завел. Но вот этот путь надо было исследовать до конца. Гегель проделал этот путь. Он пытался сначала до конца провести линию объективного идеализма. Поэтому, если чего-то не получилось, ну вот, а вы и переделывайте тогда, кто будет после меня. Логично? Наука как развивается? Один человек, так сказать, сделал какую-то работу, а другой берет ее, частично он принимает, а частично он отрицает. Вот и есть такая же история. Поэтому, значит, к этому, к тому, что написал Гегель здесь, механизм, химизм. Жизнь надо добавить человека, потому что жизнь надо довести до человека. А как формулируют человека в марксизме? Что такое человек? Кто скажет? Вот товарищ Павлов скажет, он человек и знает, что такое человек. Животное, общественное, навалящее, трудящееся, мыслящее. Вот так все хорошо. Четыре с плюсом. И разумное. Разумное. Мыслящее – это о чем он мыслит? Он мыслит, как куда-то пойти, что-то съесть. Это вот не так. И разумное. Разум – это… Вы согласитесь, что разумное – это больше, чем мыслящее. Вот у Гегеля есть в начале… Например, он рассматривает в начале науки логики разум, да? И просто означает хитрость и ум. Вот. И глупость. Вот глупость, хитрость и ум. Как они соотносятся. Вот ясное дело, что можно считать, что хитрость – это высшая степень глупости. Потому что она низшая степень ума. Вот Горбачев. Такой хитрый был. Всех обманул. А сам дурак – дураком. И место ему будет в истории сугубо отрицательное. Так. Ну вот человек. А раз уже человек… Ну а человек… Значит, еще раз человек. А? Животное. Общественное. Общественное. Трудящиеся. Трудящиеся. Говорящие. О, говорящие. Все. Раз говорящие, значит, понятия пошли. Как только добрались до человека, вот мы добрались, выходит, от учения о сущности до человека. Как мы добирались? Механизм, химизм, жизнь, человек. Вот продолжаем добираться. Мы же там инстанция. Инстанция, она, значит, порождает. А чего она порождает? Она порождает, так сказать, всякие простые виды материи. Все более сложные и более сложные. И более сложных их как бы меньше. Например, животных меньше, чем неживых. Каких видов материи. А что касается людей, их еще меньше. А кого больше самых? Животных больше, чем каких? Микробов, да. Ну, микробов, да. Ну, они вот так, да, вот такие низшие животные. А так, на самом деле, и червей больше всего. Их все клюют. Причем нас отделяет там один шаг от червей. А именно, значит, рыба ест червяк, а вы ловите на червя эту рыбу и съедайте. Так? Ну, хорошо. Кто не любит рыбу, а курицу идите? Ну, а курица и червей, то есть, только и ходит, и ест, и ест червей. Ну, конечно, она съест, и если вы там набросаете зерен, но сама она ищет червей и предпочитает. А ужин мы уже, вот тут, сразу курица, дальше мы съедаем эту курицу. То есть, белок, который курица получила, съев червя, он к нам переходит. Молодцы. Мы же высшие животные. Ну, и так далее. Но комаров мы и не едим. Они нас едят. Можно сказать, что они еще выше нас. Они кровопийцы еще пьют нашу кровь. И вообще, наверное, они шибко умные. А? Да-ка, все паразиты. Они не шибко, но хитрые. Только вы отвернулись, только раз. Ну, вот согласитесь, что естественно рассматривается дальше вот от учения о сущности объективность, механизм, химизм, жизнь человека. И после этого берем второй отдел, пишем второй отдел, как у Гегеля. Только у него во втором отделе стояла вот эта объективность. А вот, так сказать, мы можем в качестве второго раздела рассматривать. При изучении субъективность. И дальше строго по тому, как у Гегеля понятие, суждение, умозаключение. Единственное, вот телеологию он куда-то поместил не туда, а телеологию надо поместить в третий отдел идеи. Потому что телеология какая? Телеология – это учение о цели. А идея, так сказать, в чем состоит? Идея – это такая мысль, которая направлена на преобразование того, что есть. То есть, она прямо, так сказать, сюда просится телеология. И тогда у него не два пункта будет, а три, как он любит. Вот у Гегеля он так любит три, и вдруг у него два. Потому что заблудилась телеология и попала не туда. То есть, если человек где-то вот разошелся, он все-таки с материализма, то у него пошли проблемы и с построением, троичным даже. Ну вот, немножко тут поправить можно. Причем текст не надо править, просто переставить. Вот идея, третий отдел. Первая глава – телеология. Вторая идея – познание. И третья глава – абсолютная идея. И все. И все, так сказать, так, как у Гегеля продолжается. То есть, единственная перестановка, которую надо по существу крупную сделать, это поставить объективность, а после объективности пойдет субъективность. Так у материалистов. Мы, как материалисты, должны поставить в своей голове, по крайней мере, так. Или в своем понимании. Потому что, если мы изучаем науку логики Гегеля, мы изучаем его, как материалисты, а не как люди, которые слепо следуют тому, кто написал. Даже очень умные люди. Потому что, вот, я еще раз рекомендую почитать критику гегельской философии права, и думаешь, какой такие глупости Гегель мог написать, которые Маркс критикует. Глупости, потому что, да, не созрела еще наука, философия до рассмотрения такого понятия, как право. Право – это что такое? Скажите, пожалуйста. Воля. Воля? Воля присутствует в праве. За землю, за волю, за лучшую долю. Понял. Вот это имеется в виду? Это достаточно, да. Что-то как-то, да. Что-то еще не хватает. А вы что скажете? По-моему, это воля правящего класса, возведенная в степени обязательного. Как, как, как? Обязательного к исполнению. Выраженный закон. Что обязательного к исполнению? Волю правящего класса, возведенного в статус обязательного к исполнению. Вот я немножко вас покритикую, если вы разрешите. С одной стороны, вроде, я удивляюсь, почему есть такие прекрасные формулировки у Маркса, они легко запоминаются, потом как-то их перекрутишь, и уже их никак они не задерживаются. Потому что я вот, ну не знаю, может быть у вас такая память сильная, у меня слабая память по сравнению с вами, я бы такое не запомнил, как вы вот произнесли. А вот как у Маркса, право есть возведенное в закон воли господствующего класса. Ну это прямо поэзия. Чего тут не запомнить? А вот уже переставь, и я не знаю, это надо же, как это запомнить? Есть люди с механической памятью, они все могут запомнить. Я, например, не могу. Если я понял, есть отличные просто формулировки. Такие формулировки, которые стоят того, чтобы, может быть, даже повторить раз, два, три и запомнить. Право, что такое? Ага, кивали. Кивали, есть такие люди. Чего вы все переставляете? Вот первый, даешь человеку хороший урок. Он раз начинает эту, дескать, мы хозяева своих мыслей, мы хозяева страны, мы хозяева диалектики, мы там-там-там переставляем. Вам не понравилось, как у Маркса? Право есть возведенное в закон воли господствующего класса. Почему начинать на нас, тут определенность, возведенное в закон, если это не возведенное в закон, это уже не все, это не то. А возведенное в закон, ну что, воли господствующего класса, а не что, кто что-то написал. Мало ли что, кто-то написал, а кто-то не написал, переписал, конституцию переделал, еще сделал. Поэтому с правым все хорошо. Вы хотите, чтобы ваши права реализовывались? Хочу. Хотите, да? А я хочу, чтобы мои интересы реализовывались. В чем разница? Да потому что это вот права, которые вы хотите, чтобы реализовывались, они мои интересы не учитывают. И ваши, между прочим, тоже. Потому что право у нас какое? Так если я буду иметь право, значит, что интересы смогут? Чего вы будете иметь право? Право вы можете иметь то, которое есть. Которое вам дали. Которое вам дали. Какое у нас право сейчас? А если я буду представителем правящего класса? А я чувствую, что вы хотите быть представителем. Да, я так, поэтому я к вам и обратился. Я чувствую, что вы нацелились уже хорошо. Выборы скоро, давайте готовьтесь. А вы говорите, а я и готовлюсь. Право есть возведенный закон воли господствующего класса. Ну, так вот, переходим мы к субъективности. И дальше все гладко. Дальше никаких таких оврагов, где можно остановиться, нету. Потому что дальше, я бы сказал, что трудно понять, но вообще с 23, с 24 раза и вполне даже можно понять. Вот понятия. Про понятия мы знаем. Вот как раз мне сегодня прислал Сергей Викторович Тюленев. Как называть занятие кружка, которое было этому посвящено? Всеобщему, особенно единичному. Категории всеобщего, особенно единичного. Если их категории, их разделили и все. И уже это пропало их единству. Поэтому я предложил, ему послал другое название. Единство. Всеобщего, особенного, единичного. Беру пример. Ну, пример самый простой. Но он может быть взят совершенно, так сказать, с любыми другими предметами и видами. Значит, берем какой-то рот. Яблоки. Яблоки. Берем вид. Антоновку. И берем единичное. Вот та Антоновка, которую я ем. Но если я ем Антоновку, я ем вид. Чего-нибудь, как нет. Антоновку я ем же. Вы же конкретно ем. А? Вы конкретно ем. Да конкретно, она же Антоновка. Она конкретно Антоновка. Как же я не ем? Я ем и вид. А яблоко я ем? Если они говорят, какая разница с Антоновкой у меня? Значит, я и всеобщее ем. То есть, всеобщее надо рассматривать как рот, затем надо брать вид и единичное уже это. То есть, когда вы берете всеобщее, вы его отрицаете, это всеобщее. Первое отрицание. Отрицаете всеобщее и берете какой-то вид этого, а не весь род. Правильно? Вот Антоновка. А дальше вы из всех Антонов выбираете то, которое у вас в руках. Не вижу у вас в руках ничего. Я по-другому могу сделать. Вот берем человечество. Потом берем всех мужчин. Это будет особенное. Человечество – это всеобщее, правильно? Ну, все мужчины – это мужчины люди или нет? Вот сейчас мы спросим Диану, а как она? Нет, не знаю. Женщины могут тут возразить. Можно считать мужчин людьми или только женщин? Можно. Можно. Ну, хорошо. Значит, тогда вот проходит. Значит, вид мы взяли – мужчины. И потом вот берем товарищ Дмитрий, конкретного мужчину. А если мы берем конкретно мужчину Дмитрию, мы второе отрицание делаем. Заметили, нет? Брали человечество. Первое отрицание – мужчины, а второе отрицание – отрицание. Раз мы второе отрицание, а второе отрицание – это возвращение. То есть, вот уже Максим Дмитриевич выступает как всеобщий, как единичный, во-первых, и как всеобщий, во-вторых. Согласны? А почему как всеобщий? А потому что второе – отрицание. То есть, первое отрицание – вы, так сказать, ушли от этого, от человечества. Но вторым отрицанием – вы вернули его снова в человечество. Потому что где вы найдете вам мужчину неизвестно какого? А вот конкретный уже мужчина, он тогда точно человек. А когда вообще мужчины, вроде они есть, вроде их нет, а вот есть конкретный человек. То же самое и женщины, хотите сказать, женщины. Есть человек, ну, например, по-украински, да, человек? Нет, человек там мужчина. Это мужчина, конечно. Мужчина. Ну, а ты видите? Недоразвит. Ну, это бы уж там. Недоразвит. Ладно. Это особенности языка. Это особенности, не недоразвит. Недоразвит у людей, которые так считают. Вот так вот. Получили? Вот так. Что? Юлия. Да. Короче говоря, женщина. Дальше. Мы берем... Сначала берем человечество, потом берем женщину как полполовину человечества. То есть отрицание человечества. Отрицание человечества. И, так сказать, от рода переходим к виду. А, от вида переходим, вот где они. Она оказывается... Второе отрицание, она тогда уже человечество, но в конкретном выражении. В конкретном выражении. А женщины – это абстракция. Ну, в каком смысле абстракция? В том смысле, что первое отрицание. А второе отрицание, не абстракция, это возвращение к бытию. Всем это понятно? Что такое двойное отрицание? Двойное отрицание – возвращение. Значит, вы... Значит, нельзя сказать, что речь идет... Вот я мог бы говорить, что весь этот разговор, вот сначала был о товарища Дмитриеве, как о мужчине. Сначала он, во-первых, он представитель человечества. Это он о нем. Во-вторых, он мужчина. Опять о нем. А уже конкретно, тем более о нем. И все. То есть нет никакого деления. Вот надо понять, что то, что мы делали в науке логики в первом томе – бытие, потом определенное наличное бытие, потом конечное. Конечное взято со своей... Это определенное наличное бытие взято со своей монентной границей. Есть конечное. Тогда есть другое конечное. И тогда цепь конечных. Бесконечная цепь конечных – дурная бесконечность. Потом, когда мы прошли это все дурное бесконечное, стали искать истинную бесконечность. Почему мы делаем такой ход, как отрицание общего, всеобщего от особенного... Это не мы делаем отрицание. Мы это не мы делаем. Потому что мужчина, мужчины, мужчины – это не все общество. Это отрицание того, что это все человечество. А чтобы женщину уважить... Момент. Момент, допустим, особенно момент всеобщего. Это не момент. Никакой это не момент. Не придумывайте. Какой тут... Причем тут момент? Это отрицание. Вы привыкнуть должны к отрицанию, как к главному инструменту диалекции. Отрицание... Все из отрицания состоит. Вот вам кажется, что... Вот рубашка – это вы или не вы? Рубашка – это не я. Ну вот и видно. Снимайте. По-моему, я не знаю. А это я вас не спрашиваю. Это не вы. Оставайтесь вы. Что там еще на вас осталось? Снимайте. И сразу, как только начнете снимать, так будете. А вы сразу потребуете рассматривать снятие диалектическое. Чтобы снято было и все же на вас еще осталось. Но теоретически снимайте все. Потому что это все не ваше. Вон Степан Степанович в очках. Очки-то – это не Степан же, Степанович. Чего я отрицал? Очки-то – это его отрицание. Или наоборот. Степан Степанович – отрицание очков. Надо все понимать. Отрицание – никуда вы от него не денетесь. Тут брови у вас есть. Хоть они у вас на голове, и это ваши брови. Но вы брови или вы человек? Вы определитесь. Если вы брови, то вы, наверное, больше на Брежнева похожи. Если вы брови. Тот человек брови. Или человек развитого социализма. То есть все движение диалектическое идет через… А второе, вот поэтому надо это и понять, и запомнить, что отрицанием всеобщего является что? Особенное. Особенное. А отрицанием особенного? Единичное. Это вторичное, второе отрицание. Оно не просто, мы так заотрицаем, загоним в угол. А это возвращение. Раз это второе отрицание, это возвращение снова к бытию. То есть это уже не отрицание. Получается, что вот это второе отрицание – это снова бытие. Но какое конкретное бытие? То есть вы конкретный человек, конкретный… А человек – вы мужчина. Вы конкретный всеобщий. И конкретно всеобщий. Конкретно всеобщий. Все это всеобщее. Все, речь идет о всеобщем. Потому что если вы берёте отрицание всеобщее, то вы не выбрасываете всеобщее, а просто из этого всеобщее выбрали половину всеобщего почти. А потом взяли… А разве особенное не дается бытие? Нет, конечно. Особенное является отрицанием бытия. По форме отрицанием бытия. Ну, особенное. Вам захотелось чего-нибудь особенного? То есть, вам не захотелось того, что вам дали? Я вам принесу, сейчас яство на стол поставлю, сказать, а у вас нет чего-нибудь такого особенного? Такого, чего я вам не принёс? Вы же опять хотите, это всё не то. Это отрицание в чистом виде особенное. Особенное есть отрицание всеобщего. Так это у Гегеля, и так вообще в языке особенное. Такое особенное можно иметь в своей иерархии? Что иметь? Иерархию, ну как, знаешь… Может, у него очень короткая иерархия, а иерархия особенного единичная. Ну, над ним, значит, над ним властвует всеобщее, а под ним находится единичное. Вот это иерархия. Но когда вы эту иерархию исполнили, вы получили конкретно всеобщее. Вот это и есть самое высокое. Вот самое высокое, вот самый генеральный секретарь в этой иерархии – это единичное. Потому что единичное содержит в себе и особенное, и всеобщее. Правильно? Единичное содержит в себе и всё. А когда вы взяли всеобщее, у вас никакого… Есть яблоки у нас в стране? Где-то они есть, короче говоря, в стране, в мире. Вкусно вам? Не особенно. Так, ну хорошо, давайте приближать эти яблоки к нам. Антоновка, ближе уже? Ну как, уже жёлтые посмотрели, запах чувствуете, да? Есть яблоко? Есть Антоновка? Ну вот когда вот она появится вот здесь, в единичном, тогда тут будет и всеобщее, и особенное, единичное. То есть иерархия такова. Единичное – это самое, это конкретно всеобщее, это самая конкретная и самая богатая категория. И вообще вот эти, это не надо понимать, как это моменты, это вот, это и есть именно разделение единого понятия на его стороны какие-то. Поэтому, поэтому, не забывайте, что мы находимся в учении понятий. И всё вот это деление на разные предметы осталось в учении о бытии. А в учении о сущности осталось разделение на сущность, явление, закон, явление, действительное, недействительное. Всё это существование, противоречие, это всё здесь ушло. Здесь уже теперь, здесь речёт о понятиях. А понятие – это то, что есть у человека в голове. Это же отражение этого мира. А если вы отражаете этого мира, отражать его можно с помощью языка. А язык, сразу всё не скажешь, он должен какую-то последовательность иметь. Нельзя выразить конкретное одной фразой, а нужно несколько раз сказать. Поэтому оно выражается обязательно через противоположное высказывание. А вот и выражение обычно такое. Если мы хотим обрисовать какой-то конкретный, надо обрисовать, указать и рот, и вид, и предмет. Или взять уже предмет после этого, тогда предмет выражает в себе и рот, и вид. Правильно? Воплощает в себе. Вот книга у товарища Дмитриева сейчас «Наукологики Гегеля», которую взял товарищ Мазур из интернета, перевёл это на бумагу. Вот там мой курс, краткий курс диалектики Гегеля. И она получилась, и получилась некоторая особенная. Потому что эта книга, собственно, непосредственно сделана и издана в Невиномысске. И сделал это Олег Анатольевич Мазур, который, как известно, и знаток диалектики, и изучает диалектики. А потом её, так сказать, товарищ Мазур разослал, и она попала к нам в Ленинград. И попала к товарищу Дмитриеву. Это теперь его книга. Это только говорится, что Гегель, а книга его. Хочет он кому-то даст почитать, хочет не даст. Это ваша книга? Ну вот и всё. Конкретно всё общее. Ну он, конечно, это включает все, что там Гегель, Мазур, там же написано. Вот раз написано, что редактор Мазур, значит, редактор не автор. Правильно? А если есть автор, то значит, он не редактор. Значит, редактор-то редактирует он, значит, делает, как он считает нужным. Что-то он, как разместить, как издать и так далее. И несёт за это ответственность. То есть сплошные отрицания. А вот тут вы взяли, это вообще книга, я не знаю, это книга моя, и не трожьте. Вот и всё, он говорит. Ну и что, что вы автор? Ну вот вам и читайте, пожалуйста, сверху написано всё. Я вам не запрещаю читать. А книга моя. А как мне в него отобрать? Никак. Нету таких прав. Особенно в буржуазном обществе нету. Ну это его книга. Давай много денег, говорит, тогда дам. Это будет отрицание книги, но это будет в то же время и форма, и способ её получить. Так, ну вот, поэтому это такой сложный, такой раздел о понятиях. Но с другой стороны, он потом позволяет вам понять, что такое суждение и умозаключение. Ну вот берём, только теперь уже оставим в яблоке и возьмём розу. Розу все представляют? Как конкретно всёобщее, какая-то конкретная роза. Красная роза. Так, если это красная роза, то она отрицание розы. Потому что розы бывают ещё чайные, вот, да, белые, ну каких только не бывает роз. И поэтому это, во-первых, это первое отрицание, что, так сказать, это она могла быть другого рода, другой окраски, другой породы. И она вот конкретно, это второе отрицание. Это снова роза. Могу я написать такую фразу? Роза есть растение. Что я сделал? Я эту розу, которая представляет собой одно, я её представил в виде вот такого высказывания. Роза есть растение. На самом деле, если я держу в руках розу, у меня в руках и розы, и растения. А я их расщепляю. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть, что вот есть рот, есть вид красная, а есть конкретно всеобщее. Вот это красная роза. И потому что этих красных роз, видимо, невидимо. И все красные, я имею в виду, из красных. То есть, сразу вот эти три категории, эти три категории, все в одном. А выражается суждением. Суждение. Роза есть растение. Что тут непонятного? Это я часто говорю. Я долго-долго до этого пытался добираться. И, наконец, вот как это изложить просто? Точно так же, как вот эта конкретная антоновка есть яблоко. Правильно? Вот эта конкретная антоновка, которая у вас в руках, или которая у вас в зубах, это конкретная. А она, значит, сразу вот вы этой связкой показываете, что это же, она же. Только вы эту, то, что она особенная, то есть, то, что нам всеобщее разнесли, и тогда единичное представлено как всеобщее, но как конкретно всеобщее. А через что? Ну, вот через особенное. Потому что есть такие розы, которые красные, но не у нас в руках. Есть? Есть. Поэтому вот это вот единство всеобщего особенного единичного, тут как бы нету трех роз, роза тут всего одна. Поэтому какие три момента? Одна роза. Но, так сказать, вот три категории здесь, так сказать, отражают, которые соотносятся как, значит, утверждение и два отрицания. Второе, утверждение такое, что это роза. Второе, потом идет отрицание, это особенная роза, красная. И еще одно отрицание, это не вообще красная роза, а вот эта красная роза. Вот я и получил. Да, ну вот теперь давайте бросим эту розу, потому что ее не едят, она колючая. Давайте возьмем капусту. Вот капуста. Капуста это растение? Можем также написать, капуста есть растение. Так. Капусту едят. Значит, есть растение, которое едят. И что я получил? Это что уже? Умозаключение. Видите, у меня все это уже не одно высказывание, не одно понятие, в котором она сразу совмещает в себе. И всеобщее, особенно единичное. А когда я говорю, капуста есть растение, это уже суждение. А когда я говорю, капуста есть растение, так капусты едят. Вывод. Значит, есть такие растения, которые можно есть. Логично? Кто против? Только из этого не следует, что все растения можно есть. Но некоторые растения можно есть. Например, слово травить образовано от слова травы. Правильно? Поэтому, если мы на том основании, что есть трава, которую можно есть, какая трава? Можете назвать траву, которую можно есть? Ну, назовите. Вон там, говорят, вон, петрушка. Теперь укроп. Укроп. Точно трава. И салат. Салат. Все это вот трава. Да? В принципе, и банан тоже трава. И банан, трава. Ну, это вот для тех, для продвинутых, трава. Которая, трава. А траву можно есть. Эту траву можно есть. Значит, банан – это трава. Некоторую траву можно есть. Значит, возможно, банан можно есть. А точно мы так вот не выведем. И вот он, разные суждения. То есть, разные умозаключения тут берет. Какие могут быть умозаключения? Заключение может быть другое. Трава, которая у нас есть, капуста. Которая у нас есть, капуста. Начинаем с капусты. С конкретного. Вот. Это у нас капуста. Мы говорим, что вот та трава, которая у нас есть, капуста. Ну, или тоже растение, которое у нас есть, капуста. Капусту можно есть, значит, есть растения, которые можно есть. И мы переходим к умозаключениям. Вот, собственно, ничего тут особенно, кроме того, что я сейчас вам рассказал, нету, кроме того, что берутся разные виды суждений, разные виды умозаключений, и они давно уже философами, причем никакими не диалексиками, 10 раз разработаны, переработаны, и даже, я так понимаю, Гегель, даже не хочется ему это особенно подробно на этом останавливаться, поэтому он так бегло это проходит, поэтому это непонятно на первый взгляд. Но ничего такого тут особенного нету, то есть берется, на самом деле мы разносим вот то обстоятельство, что есть всеобщее, есть особенно единичное, и представляем ту же розу уже как конкретное, которая есть вид всеобщего. И это в разных отдельных суждениях, и получается умозаключение. И виды, вот, допустим, если дом хорош, это, так сказать, это, значит, это еще не самое высокое, а вот дом, устроенный так-то и так-то, хорош. И вот я, поскольку выступал у Пучкова по вопросам диалектики, а он каждый раз, я вас категорически приветствую. И так он, так, категорически, сразу он уже с изучения понятия начинает. Это я, когда добрался до, это вот, до сверторического суждения, дом устроенный и так-то, и так-то, хорош. Вот тут я, он говорит, я вас категорически приветствую. Он мне говорит, а я вас сверторически приветствую. И так-то. То есть изучение этого позволяет приветствовать и соревноваться в этих приветствиях. Так что много видов этих суждений. А вот чем отличается запрещено от категорически запрещено? Надо подумать. Отличается же, да? Допустим, по газонам ходить запрещено. А категорически запрещено. Ну, если вот категорически запрещено, не удивляйтесь, если вам выставят 10 тысяч за поход. Запрещено, как говорят, но если хочется, то можно. Нет, если сильно хочется, давайте деньги. Ты сейчас где живёте-то, в каком мире? В капитализме, да? Если хочется, давайте деньги, пожалуйста, идите ходите. Туда, сюда, туда 10 тысяч, обратно 10 тысяч. Деньги. А ещё лучше, деньги вперёд, и тогда ходите. Ходите всё время. Ну вот. И тогда, значит, вот мы разобрались по существу с главным во втором отделе. И тогда третий отдел. Начинаем его с телеологии. Она у Гегеля заблудилась. Он её раньше пустил. Раньше пустил телеологию там, где вот жизнь, человек. Телеологию. Где у него телеология была? А вот она была, телеология. Субъективные цели, средства выполнили цель. Перед идеей. Ну как может быть телеология перед идеей? Вот когда есть у вас идея, которая направлена на преобразование мира, тогда вы и ставите цель преобразования мира. А если у вас нет преобразования мира? Вот сначала должен появиться жизнь, живой индивидуум, процесс жизни, род. Вот и только тогда может появиться цель. То есть цель появляется тогда, когда появляется понятие. То есть тут забежала эта телеология. Она сразу идёт после химизма. То есть химичили и получилась телеология. Нелогично. А вот после идеи, вернее, прежде чем, как только мы разложили, что такое идея, 170-175, тогда первая глава – телеология, вторая глава – идея познания и третья – абсолютная идея. И что непонятно с ними? Всё понятно. Телеология. Что такое логос? Это знание. Телеология – знание о цели. Цель – это что такое цель? Что такое цель? Скажите, пожалуйста. Сейчас я буду так. Вы человек? Человек. Человек – это мыслящий разум. Так. Значит, вы должны знать, что такое цель. Логично? Отвечайте. Логично. Вот и отвечайте. Что такое цель? Потому что так ведь не убедишь человека, что надо ответить, а уже деваться некуда, надо отвечать. У вас есть цель в жизни? Или нет у вас цели? Или вы бесцельно проводите своё время, просиживаете здесь, вот в Красном университете? Бесцельно? Есть цель. Да какая? Что такое цель? Развитие. Нет, цель-то что такое? Сама цель-то это. Вот, допустим, вы мне хотите объяснить, что такое цель? Я не знаю, а вы знаете. Ну, раз у вас есть цель, я-то ещё не сознался, что у меня есть, у меня нет, я умалчиваю об этом. А вы уже признались, что у вас цель есть, значит, вы знаете. Так раз вы знаете, так раскройте миру, что такое цель. Так, конкурс объявляется. О, товарищ Павлов. Предвосхищённый результат. А? Предвосхищённый результат. Предвосхищённый. Уже в прошлом он. Как-то так. Предвосхищённый. Как-то вот меня вот удивляет, почему берут хороший какой-нибудь вариант, и так его повернут немножко, и он скрюченный, и тогда выдают. Ну, почему он предвосхищённый? Сразу он в прошлом остался. А на будущем у нас цель коммунизма. А, это говорит, предвосхищённый результат. Выкинуйся его на помойку. Так, а у вас какой вариант? Предвосхищённый результат. Вот, предвосхищённый. Видите, это народ-то. А это, что это? А вы можете что сказать? Так это вы просто одним отрицанием поправили. Но вы одним отрицанием-то это никуда не... Вы понимаете, что это только особенное? То есть, по отношению к тому, что сказал товарищ Павлов, это лишь ещё одно дополнительное отрицание. Оно разве убирает то, что сказал товарищ Павлов? Вот товарищ Павлов, разве диалексика... Можно уничтожить с отрицанием то, что есть? Удерживает. А? Удерживает. Да, это вы просто, так сказать, конкретизировали. Он задал вид, то есть, род. А вы уточнили там вид, да и всё. Он сделал более богач. Не знаю, наоборот, вы его обокрали. У него всё было, а теперь только один вид. Я скажу, я поделюсь. А? Я поделюсь. Да. Как вы поделитесь, если у вас тут сидит Денисов, он ещё одно отрицание сделает, и у вас ничего не будет. А всё будет у него. Ну, вот если предвосхищение результата... Не предвосхищённый, а предвосхищение. Если предвосхищение результата, то удовлетворяется, что цель меняется. Что? Ну, тогда просто... Почему? Почему? Она меняется. Почему? Она не меняется. Какая деятельность? Это означает, не предвосхищённый, а предвосхищение. Вы всё время перекручиваете. Я вам дал ровную проволоку. Вы его так скрутили. Говорят, а что вы мне дали? Нет, а если предвосхищение... Предвосхищённый, она не меняется. Значит, ещё раз. Вы невнимательно слушаете. А надо внимательно слушать, что говорится. Предвосхищение результата какой-либо деятельности. Результат уже есть. Он в идее уже есть. Результат. Предвосхищение его. Вот это вот. Он предвосхищает, и что он будет такой. Он точно будет. И вы его предвосхищаете. Что вы тут с ним можете сделать? Ничего. Если у вас деятельность по строительству дома, то цель у вас строительство дома. И поэтому предвосхищение этого результата, вы его построили в голове, а теперь строите его в жизни, если вы архитектор. Правильно? Потому что прежде, чем появился этот Исаакиевский собор, он у Монферрана появился в голове, потом на бумаге. И когда он появился на бумаге, все структуры там, включая колонны, ничего с ним не произошло. Это просто развернутая идея. Правильно? А цель всё та же. А когда реализовали эту цель, опять тот же самый, как был этот Исаакиевский собор в голове, так вот он появился и в жизни такой, какой был. Это было предвосхищение результата, теперь результат. А вы хотите вот эту прямую дорогу скрючить как-нибудь, и тогда уже ничего не получается. Но вот Смольный хотели такой построить, и получился совсем другой. Что-что? Вот Смольный хотели один построить, и получился совсем другой. У Смольных, во-первых, два. Во-первых, есть Смольный, которые жёлтые. А есть Смольный собор. Почему два-то? Не два, он один Смольный собор. Один, мы хотели построить больше. Кто хотел? Кто хотел? Кто хотел? Мы же говорим, замысел не у тех, кто хотел построить, а замысел Смольного собора у Растрелли. У Растрелли. Это такая угрожающая фамилия, чтобы не переделали его проект. И никто и не переделывал. Всё вы рассказываете. Более того, эту площадь, вот, пытались, площадь пролетарской диктатуры, пытались изменить. Ведь кто строит, тот и называет. Я присутствовал как раз при обсуждении, это был последний, последний выбор в Верховный Совет России. И вот разные товарищи выступали и предлагали. И либералы, конечно, все предлагали назвать это площадью Сахарова. И вот они доказывали, Сахаров, он конституцию такую сделал, такую конституцию, что она имеет необыкновенное значение, такое, что вообще оно затмевает всё, поэтому надо не убрать это кровавое название, площадь пролетарской диктатуры, назвать площадь Сахарова. Ну, и некоторые люди по-разному выступали. Например, значит, из нашего университета доктор исторических наук Дегтярёв Александр Якимович, он потом был членом ЦК, и наш секретарём был обкома, он выступал очень просто. Я, говорит, доктор исторических наук, построили площадь, назвали её, и постройте другую площадь, вы либералы, вы ещё ничего не построили, и называйте её как хотите. Просите либералов, там, просите кого-то Сахарова, всё хотите, скажите, пожалуйста. А потом выступали из Росвидеофильма, Реверов. У них в этом Росвидеофильме было два человека, значит, директор и один член партии. Вот этот директор подписывался, и генеральный директор, а член партии, секретарь парткома. Больше там никого не было, там два человека было. И вот Реверов говорит, да вы что-то, вы же сами сказали, что этот Сахаров, человек мира. Мира! Что вы какую-то одну площадь привязались, даже разве можно такую величину связывать с какой-то одной площадью? Город. Нет, город, это не может вместить масштабов личности Сахарова. Имеется в виду, конечно, не его научные заслуги по физике, а его, так сказать, политические идеи, которые, как бывает у крупных людей, столь же крупные заблуждения в других областях, в которых они абсолютно не разбираются. Так, город, нет, город маловат. Страна. Нет, страна-то уже недостаточно. И да, я думаю, если мы всю страну возьмем, мир, а все равно недостаточно. Вселенная, а все равно масштабы личности, вот тут товарищи выступали, Сахарова таковы, что и Вселенная не вмещает масштабов личности Сахарова. Давайте, говорит, назовем комету именем Сахарова. А комета, как известно, пролетает через Вселенную. И пусть она летит к такой матери в прямом эфире. На этом дискуссия завершилась, и больше никто не поднимал вопроса о перименовании площади пролетарской диктатуры в площадь Сахарова или вообще в какого-то еще. Поэтому там вот рядом расстреляли, потом площадь пролетарской диктатуры, еще улицы есть пролетарской диктатуры, и дом политпросвещения его переделали в бизнес-центр по адресу площадь пролетарской диктатуры, дом 6, Компот. Вот так вот бывает в истории. Поэтому учения о понятиях нас приучает к строгому следованию понятиям, что мы и делали. Ну вот я должен вам доложить, что для того, чтобы, так сказать, прочитать такую лекцию, я должен был очень много времени потратить, в основном на то, чтобы, как все-таки это изложить за такое короткое время. Это очень тяжелая задача. Поэтому я сидел мрачно и читал, и читал, и читал, много раз. То есть я хочу сказать, что от того, что читаешь Гигели, не глупеют люди. Честно хочу сказать, это полезная вещь. Так что читайте спокойно. Если у вас что-то нехорошо, берите Ленина и читайте. Берите Гигеля и читайте. Если что-то хорошо, тем более берите, чтобы не зазнаться, и читайте. И так далее. Если в дорогу вы взяли книгу, читайте. Я как-то вот я лежал в больнице две недели в военно-медицинской академии. Взял учение о сущности. Это вот так мне хватило на две недели и еще осталось. И эти сначала смотрели, что я читаю какую-то серенькую книжечку. Это вот то издание было маленькое. Из трех книжек вот в среднем. Потом он говорит, а что вы тут, Михаил Васильевич, вы читаете так долго? Но все мало и так никак не можете прочитать. И я все это и читал две недели. Потом пришел домой и дальше продолжал читать. Так что это вот такая вещь, которая и не тяжело таскать, и в то же время вы все время можете читать. И ничего вы можете читать. Что вы читаете? Книгу какую? Науку логики. Так можно читать ее годами. Так что и только наращивать свой ум, разум. Перерыв на 10 минут. После этого у нас с вами консультация. Ответы на вопросы. Два работодателя. Вот мы соглашаемся, что он от вас уходит, ко мне приходит. И если мы согласны, тогда оформляется это по переводу. У вас нет никакого пропуска, ничего. Что выигрывает ваш этот самый работодатель? Он ничего, он тогда не платит. Выходные. А что тот выигрывает? А тот быстрее получает работника сразу. А так вы будете болтаться первые, значит, проедать свои деньги, которые вы выше, когда вы увольняетесь, вы же какое-то время не будете работать еще? нет. Нет, ну там получается, что если вы устраивались на другое, то у меня надо будет видимо отработать две недели на старой работе. Две недели? Ну, это как договорятся. Это как договорятся, потому что опять-таки вы можете отрабатывать, если так хочет работодатель. Отрабатыватель может сразу отпустить. потому что поэтому вот эта вот ситуация означает, что вы сразу приступаете к работе там и все. И вообще по переводу это хорошо, это лучше, чем отсюда увольняние, тогда вы точно попадаете, а то бывает так, вот уволились, а там передумались. Так, видите, вот мы сегодня и закончили изучение науки логики в Черне. Но очень полезно это изучение, потому что оно приводит ум в порядок. Не совсем понятна мысленная работа, которую мы провели, когда противоречия у нас разрешились в основании. Вот можно как-то... В чем вопрос? Не совсем понятно, можно приложить к любому тексту. поэтому вопрос какой-то странный. Вот все-таки согласитесь, что чтобы задать вопрос, надо еще покопаться, чтобы спросить вот это почему там и так далее. А у вас ну как бы повтор, а повтор берите и читайте второй раз, третий раз читайте, четвертый, на шестнадцатый раз поймете. А как вы думаете, сколько раз я прочитал науку логики? Я посмотрел ваши ролики на эту тему, но как-то вот я слышу часто гэц-сугрунные такие вот высказывания, то есть как они в фильме записаны, и в основном заканчивается рассмотрение... В чем у вас вопроса нету? Давайте мне вопрос. Как мы разрешили противоречие в основании? Как вы разрешили, я не знаю. Как Гегель решил вопрос? Ну, хорошо, это вот я согласен, это вопрос. Значит, Гегель что рассматривает? Противоречие. А раз он рассматривает противоположные стороны противоречия, да, рассматривает, а в каждой стороне есть другая сторона? А раз в каждой стороне есть другая сторона, то каждая сторона есть противоречие. И что получилось у вас? Они как бы сложились. Вот была одна сторона, была противоположная сторона. У них есть единство. Единство противоположно сей. Берем одну сторону, начинаем рассматривать. В этой стороне есть та сторона? Есть. А в этой стороне есть противоположная сторона? Есть. Значит, в каждой сторона сама есть единство сей. Так у нас, значит, вот то, что мы рассматривали целое, а вот эти стороны соединились, потому что они тождественны теперь. Так? Каждая сторона есть единство противоположностей. И каждая сторона содержит в себе эти противоречия. А раз они соединились, нет уже у вас единство противоположностей, у нас есть единство, одно. Вот оно и утонуло. Нет, оно идет в основании. А то, к чему оно пришло, а вот то, к чему оно пришло, называем основанием. Идет ко дну, вот у вас была лодка, так, у вас было два борта, эти два борта соединились, и лодка ушла. А лодка была металлическая, то есть они не плавают. И у вас, так сказать, раз и ушло. Куда? На дно. И вы лодку будете называть дном, или дном будете называть то, на чем остановились. Вот это противоречие, то, во что оно превратилось. Куда оно пришло, к чему оно пришло, вот это и есть основание. Основание – это другая категория, а вы хотите исковерканную лодку назвать основанием. Это не так. Она перешла в другую категорию. Это уже не единство противоречий, это и есть одно. Нет уже двух противоречий. Нету этого, кончилось противоречие. Уже не можете говорить о противоречии, потому что оно закрылось. И оно закрылось и утонуло. И, так сказать, стало основанием. Гетцу грунде. Идет ко дну. Так, у меня вопрос. Я попытался, ну, как раз про всеобщее человечестве, объяснить девушке знакомой, почему она есть бесконечное вот в этом человечестве. Вот она одна, все представляет собой, все человечество. Но я ей пересказал. Ну, девушке понравилось это? Ей очень понравилось. Вот сейчас, слушая вас, я понимаю, что я несколько исковеркал, кажется. Почему? Потому что я одновременно сказал, что и она есть все человечество, и человечество есть она одна. Да, и человечество в ней проявляется так, тоже правильно. Ну, просто сейчас вы рассказываете. И можно и так, и так. А почему? А всеобщее только есть. Всеобщее только есть в единичном. Ну, и что? Мы и с другой стороны можем берем всеобщее. Это всеобщее не существует иначе, не есть иначе, как в людях конкретных. Ну, все люди смертны. А человечество бессмертно и вечно. А почему оно бессмертно и вечно? А потому что оно в людях. Вот благодаря этой девушке и вам оно не бессмертно и вечно. Никогда не закончится человечество. Само по себе не закончится, если не будет каких-то таких необыкновенных катаклизмов, которые, так сказать, как говорил Энгерс, если вдруг природа уничтожит человечество в каком-то месте, свой цвет, то в другом месте, в другое время он возникнет. Жаль, только жизнь в эту пору прекрасна и уж не придется этим мнением тебе. Вот. Но пока у нас никаких оснований к этому нету. Это, так сказать, рассуждение такого абстрактного характера. То есть, конечно, каждый человек воплощает в себе человечество. Почему? Потому что только благодаря конкретным людям существует человечество. А если вот пройдитесь по всем людям, если никто, ни один конкретный человек, ни человечества, так его нету. Человечества нету. Нету его вообще, потому что никакого человечества, помимо конкретных людей, и нету. Все они конкретные люди. Причем они разного рода, то есть они вот к виду человека, то есть они разного вида, а индивиды все разные, то есть они все особенные, не просто особенные, они еще и единичные обязательно. Единичные. Все человечество состоит из единичных людей. И каждый единичный человек, он же и всеобщий, потому что он человек. В продолжение этой же темы, если у нас есть один объект, объект в одном экземпляре существует вообще в принципе, можем ли мы на него распространять категорию всеобщности? Вы можете, потому что если вы так поставили вопрос, есть ли у нас существует один объект, если у вас существует всего один объект, нет, если у вас существует всего один объект, можете на него что хотите распространять. У кого у нас, где тут, кто такие мы? Так вы видите разницу, у нас или в природе. Это вы определитесь, если у вас, то давайте пошерстим вашу собственность, а если вы берите в природе, то там в вашей собственности может и не быть. Еще раз, какой в природе существует, если вы уже сказать, в природе существует один объект, у вас их точно два. Один объект и природа. Как вы считать-то умеете? В природе есть объект. Объект одна, один, и природа второй, два, а у вас один. Каково это место? Включает в себя природу. Вселенная? Конечно. Значит, она является вселенной. Что значит включает? Я не очень понимаю, почему она включает? Заключает в себя, ну, совокупность всех понятий, объектов. Понятия, она, совокупность понятий точно не включает. Понятия относятся к отражению природы. И точно они в природу-то не включаются. Как это вы понятие заключаете? Вот давайте наши слова, которые здесь вот записаны, мы давайте включим природу. Вы не можете сделать, чтобы это мои тут выступления были прямо в природе? Чтобы они потом познавали уже эти выступления, как будто бы это объективный объект, объективного мира. Это было очень сильно было бы. Я думаю, для этого надо их отлить в металле. Эти слова и где-то развесить или в граните вырезать все, тогда вот они будут точно в природе. Это большая работа. Вы можете взять ее на себя. И где-нибудь мы идем, вдруг огромная скала, она написана. Изучайте науку логики Гегеля. Высоко-высоко и никому не стереть, потому что никто добраться не может. А вы там сделали эту надпись. Это было бы неплохо. Можно же сказать, что любое событие, это закономерность. Ну или явление, оно все равно закономерность. Ну это просто глупость. Извините меня. Ну если мы просто не видим повторной закономерности. А вы категорию закономерность нашли в науке логики? Вы мне должны задавать... Молодой человек, мы должны мне задавать вопросы по науке логики Гегеля. Вы там слово закономерность найдете, дают 300 рублей. Нет, слово закономерность нет. Там есть закон. Дают 3000 рублей. Закон там есть закон. Нет, за закон платить не будут. Только за закономерность. Не нашли? Зачем вы такие задаете? Вопросы, которых нету. Ну явление все равно любое. Можно же рассматривать как забор. Что-что? Явление любое как закон? Ни в коем случае. Закон это отрицание явления. А вы как раз делаете ошибку прямо противоположную этому. Прямо противоположное утверждение у вас. Закон есть отрицание явления. А явление есть отрицание закона. Потому что законы спокойные, царство законов, это отрицание явления. А явление это отрицание закона. Явление наверху, а закон в глубине. А вы говорите, явление это закон. Нет, явление это не закон. Явление это являющийся закон. Являющийся, то есть как раз выступающий вот так, в виде явления. Например, есть у вас закономерное течение в эту сторону, а наверху течение в обратную сторону воды. Может такое быть? Запросто. Все, гольфстрим так вот туда, встанете туда, так прямо по верху этапа течет. Ничего подобного. Там идут кораблики, никакого там течения по верху нет. А в глубине есть. Еще вопросы? Общее, всеобщее и единичное. Общего не было. Да, это было. Что-что? Категории сущности. Здравствуйте, приехали. Вы что, у вас книга есть с собой? Вы перепутали тома. Категории сущности нету таких там, в категории сущности. Они в их категории понятия. Вот здесь вот. У меня вот это. Я, поскольку еще, так сказать, больше могу спутать, чем вы, то я себе взял отдельно книгу, где точно нет категории сущности. Это категории понятия. Вот это вот. Учение о понятии. А сущность была вот в предыдущем томе. В Толстом. Учение о бытии, учение о сущности. Вот недавно Виктор Иванович написал, как Иван Михайлович Горасимов решил кружок создавать. И говорит, есть две книги там, бытие и сущность. Вернее, бытие и понятие. Всего две книги. А учение о сущности. И держит в руках главные две вот этих самых книги. Ну, хоть бы открыл, бы посмотрел. Цирк. А почему? Потому что на кружок не ходил. На кружок не ходят. Есть такие люди, которые на кружок по науке и логике не ходили, но хотят быть руководителями кружка. Ну, что делать? Еще какие есть вопросы? Что-то такие невъедливые вопросы. Какие-то надо даже быть вопросы такие. Вот вы мне какой-нибудь задали бы вопрос. Я чувствую, вы думаете над тем, как бы такой дать вопрос, и все. А почему получается, что всеобщее, особенно единичное, как единичное, не является особенным? Вот мы приводили пример человечества... Почему это единичное не является особенным? Могу дважды особенным. Ну, вот мы приводили пример человечества, мужчины и какой-то конкретный мужчина, человек. Но. И вот он не является мужчиной. Так как он является отрицанием. Почему это не является? Является. Отрицание не превращает. Отрицание, так сказать, не надо понимать так, что оно уничтожает то, что отрицается. Вот волосы у вас на голове – это ваше отрицание. Это не значит, что вас нет. Что если у вас есть прическа, то вас уже нет. Согласны? То есть слово «отрицание» вовсе не тождественное уничтожение. С чего вы взяли, что отрицание – это уничтожение? Нет. У человека брови. Это человек брови или нет? Нет. Это отрицание человека. Но это не значит, что это брови вас уничтожили. Это неверно. Или мужчина – человек с бородой. Но не значит, что его борода уничтожила. Нет, это неправильно. Любая определённость есть отрицание. Отрицание – это определённость. Определённость. Цвет лица, форма носа, форма губ, глаз и так далее. Всё это отрицание. Потому что я могу говорить о девушке, а могу говорить о её глазах. Это будет суждение о другом. Правильно? Это отрицание первого суждения. Но глаза девушки и девушка – это разные понятия. Разные. Но это не значит, что это не её глаза. Но это говорит о том, что всё наше… Все наши высказывания, они сводятся к тому, что либо это положительное суждение, а оно малозадержательное. Потому что если я буду говорить про вас одно и то же, повторять, то это мы никуда не двигаемся. А вот если мы говорим… Берём разные стороны, характера, всё равно и ум такой. Ум, вы и ум – это отрицание человека или нет? Определённость. Ну это есть человек, а есть ум этого человека. Есть высокий человек, а есть рост этого человека. Рост, разве рост является человеком? Нет. Это отрицание человека. А высокий человек – это человек высокого роста. То есть отрицание – это определённость. всякая определённость есть отрицание. Это у Спинозы записано. Всякое отрицание есть детерминацию с негацио. Определение есть отрицание. Но определённость у Гегеля, он уточнил. Определение он отдельно определяет. Определённость есть отрицание. Если я что-то хочу сказать про кого-то, я обязательно должен применить определённость. То есть отрицание. А если я не могу ничего определённого сказать, то я вообще могу только мычать и ничего про человека не скажу. Потому что если я буду говорить, что вы равны самому себе, и что? Что я про вас сказал? Нет, я сказал про вас плохое. Потому что если вы только равны самому себе, вы неподвижны, как статуя. Вы даже улыбнуться не можете. Потому что если вы улыбнётесь, вы уже будете отличаться от той, которая до этого не улыбнулась. Или наоборот. Если вы улыбались, то тут, значит, вы так останетесь, так сказать, с этой улыбкой навечно. Это что ж такое? То есть человек статуя. Нет. То есть без отрицательных вот таких, без отрицаний, без определённости, ни о чём живом ничего нельзя сказать. Просто мы как-то отрицание воспринимаем как что-то плохое. Ничего-то нет плохого в отрицании. Когда вы берёте дерево и срубаете для того, чтобы из таких деревьев сделать корабль, вы же отрицаете это дерево? Отрицаете. А потом, когда кору снимаете, отрицаете. Потом ветки все срубите. Потом делаете там из него шпангоут. И в итоге вдруг пошёл флот. И всё это было отрицание, отрицание. Каждый раз отрицаете, отрицаете, отрицаете. Наконец всё, заканчиваете отрицать. И наконец уже отрицаются все отдельные брёвна. Их соединили. Когда вы их соединяете, это уже не отдельные брёвна. Вы же забыли уже про эти деревья. Всё, теперь нужно всё соединить в целое, сделать палубу и поплыли. И пушки туда поставить. Вы ещё отрицаете, что всё здесь деревянное. Ещё железное поставите. И порох туда принесете. И люди набегут, эти матросы. И флаг повесят, который делается из ткани. И вся эта ткань-то ведь это не дерево, и не железо, и не порох. И всё отрицание, отрицание, отрицание. То есть надо привыкнуть, что если речь идёт о диалекции, есть отрицание на каждом шагу. Без него нельзя описать ничего живого. Всё, что берётся без отрицания – это мертвичина. Давайте я сейчас буду вам лекцию читать о понятии «я» – это «я». Что ещё вам сказать могу про это? Ещё могу повторить, что «я» – это «я». И так буду вам повторять в течение целого часа. У вас, я думаю, вряд ли понравится эта лекция. Я думаю, что нам не повесят её даже. Скорее меня повесят, чем повесить её на Ленару. Так, ещё какие есть вопросы? Там вот есть вопросы. Раскрывайте переход от действительности до субстанции. Ну, это не вопрос. Раскрывать переход от действительности до субстанции есть у Гегеля. Я не очень понимаю, есть переход. Но если вы скажете, что в этом переходе к вам непонятно, то я на него готов отвечать. А давайте, я раскрывал сегодня переход в учение о понятии. А вы взяли переход от действительности до субстанции – это к другой теме. Это к учению о бытию. Было бы такое. Что там непонятно? Вот если бы вы сказали, мне было бы интересно тоже, и другим интересно, что непонятно в переходе от действительности к субстанции. Действительно, где она находится? Скажите, пожалуйста, действительность где? Наверху она или внизу? Действительно, это что? Это сущность? В учении о сущности она? Она сущности. А она где? Она вот эта. Действительно искать надо наверху или в глубине, там где закон? А? В глубине. В глубине? Не, неправильно. В глубине вы найдете закономерное, а не действительное. А вот такое закономерное, которое вышло наружу и проявляет себя еще и как явление, вот оно действительное. Вот есть много-много людей, а действительных людей меньше гораздо. Убийца – действительный человек? Убил 100 человек. Это действительный человек? Нет. Да он в действительности, он хуже чем человек, хуже животного. Какой же? Он недействительный. А человек он, точно, тут ничего не поделаешь, человек, но он недействительный. Поэтому, когда речь идет о субстанции, то значит, вот эта субстанция – это категория, которая связывает все-таки это действительное, которое выступает наверху с той сущностью, которая в глубине. А иначе у вас просто есть сущность и есть действительное, а между ними как бы разрыв. А субстанция этот разрыв убирает. Субстанция означает, что прямо так из глубины и на поверхность выходит субстанция, и она проявляет себя в чем-то, на поверхности. Как действительное. Причем, действительное – это единство сущности и явление, но в явлении. Если просто единство сущности и явление, ну это будет являющаяся сущность. А вот тут уже, это в явлении, обязательно действительное должно, если оно на поверхности явления не проявляется, это не действительными. Вот каждый человек может вскопать огород. Но он тогда только огородник, когда он на самом деле вскопает. Вот если он вскопал огород, он на самом деле вот возделывал какие-то огородные культуру. А если он это ни в чем не проявилось, а только в душе, вот вы в душе огородник, а на самом деле вы изучаете науку логики Гегеля, огород не копайте. То есть, если вы один раз вскопал, то как? Вот тогда вы и показали, если вы один раз, то вы случайные. А раз случайные, то вы недействительные. А копать-то вы копали. Может вы под кого-то копали, может мы там клад закапывали, еще что-то делали. Я не знаю, что вы делали. Надо будет выяснить. Займитесь, пожалуйста, Дмитрий Кузьмин, товарищ. Признаться, что он что-то закапывал. И хотел это выдать за то, что он огородник. Так, еще. Классификация живой и неживой природы насчитывает много этажей там. Этажей? Этажей? Да. Тип, класс, подкласс. Зачем вы сразу классификации живой? Классификации живой и неживой природы не насчитывают много этажей, у нас всего начитывают два этажа, живая и неживая природа. Степан, Степан, зачем вы усложнили такую простую вещь? Есть вот природа живая и природа неживая, а вы и между ними сидят, и что между ними, какие промежутки есть? Нет, подождите, подождите, никаких много этажей нет, всего два этажа нашлись, живая природа и неживая. Кого отдельно? Тогда уже не надо. А раз отдельно, так что вы будете рассматривать, живую или неживую? Не надо любое, любое мы рассматривать не можем, мы можем рассматривать что-то одно. Какое вы хотите рассматривать, живую или неживую? Мне неприятно все. Вы же меня хотите заставить работать, рассматривать, а я уже отдыхаю. Почему? Потому что это консультация, вы работаете, а я отвечаю на вопросы в удовольствии. Вам и себе. Сказал, в залоге, значит, сначала идет классификация по... Чего классификация? Значит, взяли вы живое. В залоге изучают живое. Подождите, это я знаю, что изучают живое. Вы-то что собираетесь изучать? Живое, да? Ну, раз вы берете живое, значит, вам надо решить, из этого живого вы будете изучать растения или животных. Вы сначала решите. Вы не надо сюда припутывать зоологию. Живое, животных будете изучать или будете изучать растения. Вариантов больше нету, Степан Степанович. Идем по животным. Зоология, вы же сказали. Хорошо. Вот это понятно. Значит, берем зоологию. Дальше что? Есть виды животных. И что? И виды. А сначала идут типы. Внутри типов классы. И что? Внутри классы в подклассы. Внутри подклассы в семейство. И хорошо. И что? В чем вопрос? В чем вопрос? Дальше идут отряды под отряды. Ну и хорошо. И потом уже какие-то виды. А вы не хотите сначала, прежде чем залезть в отряды, в типы и так далее, разделить животных на мыслящих и не мыслящих? Не хотите? На общественных животных? Общественных животных мало. Общественные животные – это муравьи, пчелы, отчасти бобры. И что другая? Не другая. Если вы хотите что-то делить, надо делить сначала по-крупному. А вы сразу раз, и как будто вы, значит, нарезали для винегреда. Для винегреда. Не надо нарезать для винегреда. Это слишком крупное деление, чтобы рассматривать деление на мыслящих, так сказать, существ и не мыслящих, под общую сурдинку. Давайте на человечество, возьмем человечество и остальные животные. Потом будем что рассматривать? Человечеством будем заниматься? Или вас интересуют те животные, которые не люди? Это? Общее зоологическое классификация. Это не общая, это не зоологическая классификация. Разделение на людей и других животных – не зоологическая классификация. Люди не в зоопарке. Они могут быть в зоопарке, но не в клетках. Правильно. Человек принадлежит к отряду примантов. И что? Вот, с точки зрения зоолога. Ну и что из этого? У нас не точка зрения зоологии, у нас с точки зрения философии здесь. Вот с точки зрения философии есть высшие общественные животные, а есть животные, которые не являются, не мыслящими. Что? Это не детали. Вопрос состоит, как вот эта иерархия, классификация на всякие эти ветви, как в нее вместить членение на всеобщее и особенное? Деление на всеобщее и особенное не существует. Это не деление. Всеобщее и особенное и единичное не разделены. Вы возьмете любое животное, оно и всеобщее, и особенно единичное. Тогда надо просто брать какое-то конкретное животное, а вы не берете никакое конкретное, а разговариваете просто о классификации. То есть вы берете только одни отрицания, без утверждений. Так нельзя. Вы должны брать конкретный вид, конкретный вид животного, конкретный. И вот тогда вы можете сказать, к какому он классу относится и к какому виду. Это все. Так еще на классы, там типы и так далее. Да это уже вопрос технический типы. Вы потому что не берете круг. Сначала вы разделите, пожалуйста, сначала на тех животных, которые на суше, и на тех животных, которые в море, в воде. На плавающих и не плавающих. Крупные сначала деления. А эти зоологи, они, так сказать, безразличны. А потом, если когда вы разделите, есть морские животные, у которых есть спиной хребет, а есть лангуст, который у него, вот его нет. И вот они там тоже разделятся. И так далее. Потом у вас есть морские животные, которые относятся к рыбам, и не относятся к рыбам. То есть там делить надо аккуратно, и по-крупному, и сначала. Но прежде чем заниматься всеми животными, сначала разделите на тех, которые на суше, и тех, которые в воде. А еще на тех, которые в воздухе. А те, которые и на суше, и в воде, они называются, Степан Степанович, границы между теми, кто в воде и тех, кто на суше. Это вы не знаете, что тут граница одна и та же определенность, которая разделяет и соединяет два нечто. Поэтому никакой тут проблемы нет. Вот эти все, которые туда и туда относятся, это к границе они относятся. Вот зоолог там изучает этих существующих животных согласно вот этой лестнице классификации дерева. Нет, это дерево, оставьте дерево, оставьте это кому-то другому. Мало ли, что делают зоологи, это их личное дело. У нас тут другой подход. Дерево имеется с точки зрения теории графов. А? Ну, теории графов тоже есть дерево, правильно? Теории графов, да. А мы теории графов сейчас не занимаемся. Мы теории графов с вами сдавали. У меня пятерка и у вас. И что? Хорошо. Так вот... Зачем будем проплетать зоолог в теорию? Зоолог спросил вас, вот я ставлю себя на место Зоолога, как мне вот быть с понятием всеобщее, вот с какой-нибудь там рысью. Поставьте меня на место, себя на место философа, философа, и ответьте, как мне быть, если мне задают вопрос не по философии, а по зоологии. Никак, я не специалист по зоологии, и все. Очень просто. Я уплыл от вашего вопроса, как рыба. Какой-нибудь прикладной, вот, ну или вообще... Философия имеет не прикладное, а всеобщее значение. Она применима ко всему. Пусть применять это понятие всеобщее, и особенно... И пусть применяет. Для того, чтобы он мог что-то применять, чтобы он мог применять что-то, он должен это изучить. Состояние нашего изучения таково, что нам еще рано применять. Я пока еще не вижу, кто из здесь присутствующих способен это применять. Здорово. Надо еще это поизучать. Или я неправильно оцениваю. Вот и все. Не надо тут... Давайте, вместо того, чтобы решать вот те проблемы, которые есть, мы решаем те проблемы, которых пока у нас нет. Состояние. Да. Так у меня. Потому что, он, наверное, предложил, что это особенная вот первая ранга, особенная вторая ранга, ну и так... Нет такого философии, рангов нету. Значит, Степан Степанович, вы должны понять, что в этой, вот во всем этом, это относится к языку и ко всей науке. Всего есть, всего, вот это троичное, не случайное. Никакой четвертый, седьмой, двадцатый, нет никакого ранга. Есть сначала А. Всеобщее. Б. Отрицание это всеобщего особенного. И В. Возвращение ко всеобщему. Но как к содержащему, это все особенное. Это конкретно всеобщее. Конкретно всеобщее. А вы хотите убрать это деление на всеобщее особенное и единичное, которое является конкретно всеобщим. А все это, значит, разбить на отдельные куски и просто расклассифицировать. Классификация как таковая, когда можно в разные клетки расставить разных зверей, это совсем другой вопрос. Что совершенно не связано с этим членом. Не связано это с философией. Ваш вопрос с философией не связан. Не связан. Это зоологический вопрос к зоологам. Я не зоолог. Я не зоолог. Степан Степанович, кстати, и вы тоже не зоолог. Поэтому и ваш вопрос не зоологический. В школе вы проходили. Вы школьный зоолог. На уровне ученика 10-11 класса. Можно ли рассматривать жизнь человека как бессмертную материю, изменяющую и потерпевающую, скачок, смерть, а сущность человека исчезающую, если она не соответствует действительности сущности человека? Это совершенно неверно, то, что он говорит. Сущность человека, он говорит, если это бесконечная материя и вечная материя. Бесконечная и вечная. А раз она вечная, никогда не исчезает. А это сущность человека в чём? В чём сущность человека? Не говорит. А вы? Вот в общественных отношениях между людьми. Как человек такой вопрос задаёт? Не понимает, что сущность человека не в отдельном каком-то индивиде, а в общественных отношениях между людьми. Люди приходят новые, новые поколения приходят в этот мир, принимают производительные силы, которые есть в этом мире, развивают их и передают следующим поколениям. И так образуется связь в человеческой истории. И поэтому человечество бесконечно и вечно, и никуда его сущность не девается общественно. Деваются отдельные индивиды, точно так же, как от того, что вы подстригли ногти, ваши пальцы не укоротились. Но разница в том, что то, что сделали отдельные люди, отдельные, единичные люди, могут быть выражением всеобщего человечества. Вот что важно. Не то, что их много, а то, что есть такие единицы, которые выражают собой всеобщее. И каждый человек может в той или иной степени продвигать всеобщее. Правильно? Поэтому, скажем, в чем суть коммунизма, что это все для общества. Каждый человек работает на общество, а общество работает на каждого. В этом все дело. Вот в том, чтобы, вот как раз, в том, чтобы соединить вот это общество. И каждый человек, он носитель всего общества, и конкретно его представитель. А вот про рыб я это уже не могу сказать. И про рыб и коммунизм тоже не знаю. Там все друг друга едят. Так, еще есть вопросы у нас? Ну, если нет вопросов, то я это буду рассматривать, как то, что исчерпывающие ответы даны на имеющиеся вопросы. Или народ запуган ответами. Возможно, они еще не совсем. В такой степени, что он лучше решил не задавать вопросы. Ну что ж, да, есть все-таки. Сколько лет вы изучали наугольки? Сколько лет я изучаю? Дело в том, что это такая книга, которая позволяет вам на каждом этапе своего развития воспользоваться вот этой книгой для решения своих конкретных задач, в том числе научных. Я ее начал читать в 63-м году. Изучать мы вот, изучали с профессором Смирновым, как только я поступил в аспирантуру. Ой, не в 63-м, в 68-м, что я говорю. В 68-м. Я поступил в аспирантуру в 69-м году. И в течение ряда лет мы с профессором Смирновым каждую неделю с 10 утра до 14 часов у него дома ругались по поводу понимания тех или иных положений диалектики. А потом он написал в 74-м году, нет, в 84-м году издал книгу Игоря Константиновича Смирнов «Экономический закон движения капитализма в капитале Карла Маркса». А я в 86-м году издал книгу «Планомерное разрешение противоречия социализма как первой фазы коммунизма». То есть с интервалом вот два года. Ну вот у меня задержалось издание, тут меня пытались, так сказать, издательство пыталось это закрыть. И даже было прямое обвинение, что она антикоммунистическая, что она несовместима с Конституцией и так далее. И поэтому те открытки, которые люди писали раньше в книжных магазинах, заявки на книгу, они как бы пропали, старели, потому что задержалось издание на год. Ну вот, тем не менее, вышло. Ну это понятно все, раз это касается противоречий, то все с противоречием и проходит. Тем не менее, все вышло. И выяснилось, что на сегодняшний день это по существу наиболее фундаментальная книга о противоречиях развития социализма. Других таких нет. Какой эффективный или, может быть, метод есть изучения, который вот за 50 лет? Какой эффективный метод? Я думаю, что самый эффективный метод состоит в том, чтобы вы должны, вот один раз ее прочитали, как только вы закончили читать это дело, не спеша, чтобы она была частью вашей жизни. То есть каждый раз в течение вашей жизни, в любой период вы какое-то время уделяете развитию своего мозга и своего ума, своего разума. Потом вы, как ни в чем не бывало, когда закончили, открываете сначала и снова начинаете читать. Или какие-то перечитываете места, которые вам, кажется, требуют того, чтобы вы еще на них остановились. Например, вот скажем, учение о сущности, оно заставляет крепко подумать, потому что оно совсем не похоже. Ну вот учение о бытии похоже на всякие другие науки. Это то, к этому перешли, к этому перешли. А когда тут начинается рефлексия, то там все, все бытие, которое есть в учении о сущности, это только равное самому себе отрицание. Бытие как равное самому себе отрицание. Ну раз оно равно самому себе, значит, оно есть это отрицание. Это совсем не похоже на то, что мы обычно имеем в своей голове и в каких-то книжках других, которые мы читаем. Поэтому, а уж такие вещи, как там существование, люди путают, что есть и что существует. Есть это где? Это в самом начале науки логики. А существование, ого-го, учение о сущности. Я вот спрашиваю, зачем вам существование? Вы разберитесь, есть это или нет. А если этого нет, так нечего и говорить о существовании. А если оно есть, так оно существует или нет. Мало ли оно есть, оно в голове есть, в мечтах есть, оно где-то есть. Бог есть? А? Есть, как историко-культурный, реальность, он точно есть. Как, открывайте, церкви стоят. Вон сколько людей, настолько денег. Если столько денег получают церковники, то уж точно Бог есть. Если бы не Бог, они бы все были на других работах. Так что понятие бытия. А существует? Нет, не существует. Но так никто не спрашивает. Все спрашивают, есть или нет. То есть не доходит до учения о сущности. А насчет существования однозначно не существует, конечно. Ну а явление, а как тогда он является? Тогда он не существует, и вдруг он явился. Явление Христа народу. Это явление, это уже учение о сущности пошло. Но тогда он не совсем Бог. Он наполовину Бог, наполовину не Бог. Ну что, я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Спасибо вам за хорошие вопросы, за внимание. И за то, что вы намерены серьезно, глубоко и систематически изучать науку луики Гегеля. Я хочу вам сказать, что, скажем, поскольку вы мне задали там насчет времени, значит, некоторые товарищи рассматривают изучение науки и логики как трату времени. Но это все равно, что, скажем, переход к работе на станке с ЧПУ рассматривать как трату времени, потому что можно было бы напильником уже столько времени уже напилить, а пока там делают программу, да пока вы это поставите, да пока вы наладите и так далее. То есть, у меня был такой разговор с одним моим коллегой, с которым мы были вместе в аспирантуре. Вот мы сидели, он аспирант, я аспирант. Вот. Был это давно разговор. Вот. У меня, вот сейчас у меня 373 работы в списке научных работ. А разговор был тогда, когда у меня было 200 работ. Вот мы с ним встретились и говорим, разговариваем. Он, я говорю, так ты это изучаешь науку и логики? Да нет, некогда. Я должен докторскую, потом мне нужны работы научные. Я говорю, у тебя сколько работ? Вот. Я говорю, а у меня 200. Ну, это весь разговор. То есть, что такое вот изучение науки и логики? Это чистая экономия времени, чистая. Потому что все работы ваши пойдут быстрее и лучше. Ну, как общение с умным человеком приводит к чему? К тому, к чему не приводит общение с глупым человеком. Потому что если вот книги люди читают, книги пустые, никчемные, много их читают, смотрят там в интернете всякие глупости. А Гегель, он налаживает вам ум и приучает вас к действительной серьезной науке, которая к чему применима? Ко всему. Ко всему. Вот она, это всеобщая наука, это философия. Она применима ко всем областям нашей жизни. Если бы она применима была только к некоторым, а каждый у нас, как сказать, некий флюс, он находится в системе разделения труда. Поэтому он должен, кроме того, что он есть специалист в своей какой-то области, он должен быть еще и специалистом, ну, у него должно быть общее понимание. Это общее понимание дает изучение вот Гегеля, Маркса, Энгельса и Ленина. Вполне достаточно. Ну, и Сталина можно прибавить. У вас будет картина. Когда вы ее сложите? Ну, потихонечку она складывается. Никто за вами не гонится, никто не догоняет и не бьет по спине, поэтому никто не запрещает. Вам запрещают читать науку логики Гегеля? Нет. Что у вас за такой кровавый режим, что не дает вам читать? Наоборот, можно. Пожалуйста, да? Да. Видите? Ну, что ж, еще раз спасибо. До новых лекций, новых занятий. Успешно вам. Уже мы приближаемся. У нас весенний эхиместр, мы двигаемся к экзаменам. В мае вы закончите первое отделение. А что касается дальнейшего, все, кто заканчивает первое отделение, переходят на второе. Второе отделение означает, что если вы какие-то работы напишите, интересные, то эти работы, которые вы можете направить преподавателям. Преподаватели их рекомендуют к публикации, если они заслуживают публикации, они будут опубликованы в наших ресурсах. Вот, например, Морозову нам все время слет из Белоруссии. Прекрасные у него материалы, замечательные. Можно смотреть. Мы их печатаем. Красота. Но второе отделение, это никто вас не говорит, не призывает к экзамену, не ставит оценки. Хотите – пишите. Не хотите – дело ваше. Но дорога тут на этом не закрывается, и контакты никуда не пропадают. Потому что учиться можно всю жизнь, и с пользой. Правда? И еще от учебы никто не умирал. Никому хуже не становилось. Тем более, что, как показывает практика, вот у тех, кто этим занимается, у них все получается лучше. Ну, вот у нас, например, мы ремонтируем технику, обслуживаем. И главная проблема ведь не починить то, что сломалось. Это вообще не проблема. Главное выяснить, почему ломается. Добраться до сущности. До той самой. И как бы, если инженер понимает это, то он хороший мастер. После него она служит долго. А если он не понимал, то, что, к сожалению, он... Хороший мастер сейчас, чтобы она долго... Он так быстренько должен отремонтировать, чтобы человек снова пришел и заплатил деньги. Ну, да, здесь был этот пункт. С одной стороны, надо, чтобы ломалось, но с одной стороны, надо, чтобы не ломалось. Чтобы не ломалось, но желательно, чтобы сломалось. Не очевидно. Ну, просто... Хорошо, спасибо. На этом завершаем. Спасибо. Спасибо.